Клонирование президентов Конечно, многим неприятно это слышать, о том, что клонирование в нашей стране ведется давно. И многие в силу своего ханженства, они не хотят даже вникать в этот вопрос и соглашаться с тем, что клонирование было давно. Оно не сегодняшнее, оно постоянно. Насколько жив человек в нашей цивилизации, столько времени и ведется клонирование иного человека. И поэтому наше население внутри страны и в других странах совершенно разное. Мы, каждый из стран имеет возможность клонирования. Китайцы занимаются. Причем это как фабрика у них идет клонирование. И они продают потом своих клонированных солдат, как это было когда-то во времена революции, когда они продали нам, России, продали своих клонированных шариковых, которые и резали, вырезали все население России. Но, ведь понимаете, клонирование его нужно как-то официально объявить. То какая-то там в Лондоне овечка доля, мы над ней хихикали, смеялись, якобы, якобы, якобы кто-то не разрешает какие-то законы. Но вот, видите, законы, оказывается, можно обходить, потому что или вообще их не было создано, или это были какие-то странные законы со своими подзаконами, подтекстами или другими смысловыми значениями. В России создадут центр клонирования мамонтов, который будет стоить 400 миллионов рублей. Центр клонирования мамонтов. Ну, скажите, когда в стране жрать нечего, когда народ вымирает без пенсий, когда детей мы не можем поставить на ноги, когда у нас нет денег на новые школы, на новые детские сады, мы начинаем клонировать мамонтов. Гомерический хохот может раздаться с небес от божественных существ. Что такие вот идиоты, просто идиоты, которые, ну, надо сказать, им просто необходим центр, который легализовал бы клонирование людей. Ведь там, где клонируют мамонтов, вы немного, наверное, знаете о том, что мамонтов, которых находили в Якутии, они были даже с живой кровью. Находили мамонта, вскрывали его волосяной и кожный покров, и там вытекала кровь. Да, густая, там какая-то темная, но она, однако же, была в жидком состоянии. И об этом практически никто никогда не рассказывал. Но это было. А это о чем говорит? Что мамонты эти замерзли совершенно недавно. И когда по интернету гулял какой-то ролик, что якобы в 1943 году немец из фашистской Германии... А мы вроде бы в это время вели мировую войну с фашистской Германией. Однако же почему-то немец оказался у нас в Якутии и снимал того самого мамонта на видео. И теперь говорят, что это видео фейковое. Нет, не фейковое. Это самое настоящее видео, когда мамонты жили у нас еще в 40-х и 50-х годах. Жили мамонты на территории северных земель. И вот теперь этот центр клонирования создают у нас в Якутии. Якобы очень много находят животных. Как раз животных разного, палео и еще какого-то. Ну в общем генетика им нужна для того, чтобы воссоздать древних животных, которых оказалось много во льдах и снегах Якутии. С одной стороны это, конечно, вроде бы какие-то научные изыскания. Зачем они нам, скажите? На сегодняшний день, когда у нас порток нет на голых задницах, когда с котомкой народ скоро пойдет по всей стране, а это значит мародерство и воровство и убийство, мы начинаем клонировать мамонтов. Мы начинаем клонировать новые населения с генами животных. И мы это делали всегда. Клонировали новый вид человека с генами животных. И не просто ведь так байки и сплетни по интернету о рептилоидах. Да, в человека, в живого человека встраивают гены рептилоидов. И это тоже есть. Встраивают гены собак, шакалов. Кого только не встраивают. Так уж создан человек, что гадить все окружающее пространство, которое вокруг него. Прекрасный мир создали для нас. Кто-то там, кто-то там наверху создавал для нас наш мир. И мы его обгаживаем. Обгаживаем, но теперь мы клонируем мамонтов. Поздравляю вас с эпохой палеолита, как нам говорят. Какой палеолит? Это эпоха 40-х годов, 1943 года, когда немец снял в Якутии живого мамонта, которые там жили. И когда нам рассказывают, что мамонты жили в жарких условиях, а зачем тогда им такая длинная шерсть? Скажите вы мне, пожалуйста. Нет, мамонты жили, да. Они жили в Якутии. Они жили на Чукотке. Но, вероятно, там всегда было не очень тепло. Ведь это край земли, который подходит совершенно к концу нашей земли, к куполу, к кромочке ледяной, той самой волшебной, которую так охраняют строго и бережно. Силовики всех стран. Я Таня Карацуба, Сиит Бурхан.